Друзья, смартфоны настолько достали, что я решил хоть как-то отвлечься немножко и сделать немножко другой контент. Сегодня мы говорим, как ни странно, про компьютеры, потому что сколько можно уже Huawei и Xiaomi. Я понимаю, что вам это все интересно, но я устаю, а лучший как бы метод отдохнуть, это просто поменять деятельность. Сборка компьютера сегодня по цене iPhone. Почему такая концепция? На самом деле компьютер собирался не просто так. Компьютер собирался для одного из наших сотрудников, нашей студии, он говорит, мне нужно обновить комп, давай поскребем по сусекам, что можем надыбать-то, что можем в Одессе достать. Я начал переплопачивать контакты разных компаний, кто что может предоставить, концепцию, сказали, давайте соберем комп до 1000 долларов. Ведь у многих людей бывает такая ситуация, что вы там собираете деньги себе на какой-то новый гаджет, к примеру, на телефон, а потом такие раз, так, а может собрать лучше комп себе, остаться на старом смартфоне или купить новый смартфон. Почему я это говорю? Потому что вы постоянно пишете письма, какой смартфон купить, что лучше выбрать. И в таких запросах часто бывают какие-то такие несуразные вопросы, типа, что лучше купить, смартфон или компьютер. Ну я-то откуда знаю, смартфон или компьютер. Но раз так, вот сегодня определимся, что может компьютер по цене iPhone, и сегодня вы поймете, что у нас получилось из этого собрать. Погнали. Начнем, как положено, сердце компьютера, и так как цели довольно высокие, то и процессор должен быть производительным. Так как бюджет ограничен, то и присматриваться начали в сторону решений от AMD, она уже как бы народная сборка-то. После серьезных просчетов и поисков выбор пал на Ryzen 5 2600. Сегодня его можно назвать золотой серединой, ведь за скромный ценник где-то в 160 долларов, если посмотреть на ее каталоги, это именно так все и стоит. Мы получаем 6 ядер с частотой от 3,4 до 3,9 ГГц в стоке и 16 МБ L3 кэша. Похожие варианты от Intel стартуют уже от 260 долларов. И я, кстати, очень сильно рад тому, что промежуток времени по сборкам компов у меня был очень большой. Последнюю сборку я собирал, наверное, года 4 назад. И помню те еще времена, когда стоило сказать видео, что у меня компьютер будет на AMD процессоре, и все такие, уууу, фуу, давай Intel. Наконец-то времена поменялись, и теперь собрать компьютер на AMD это не то чтобы не стыдно, а вообще почетно. С самого начала мы знали, что данный проц будет подвержен разгону, и поэтому хотели купить версию без кулера. К большому сожалению, ОМ-версии в нашей стране не оказалось, и теперь осталась лишняя вертушка. На ее замену был выбран процессорный кулер от компании Silentum PC, модель Spartan 3, который является довольно компактным, но в то же время мощным решением. Такая система способна обеспечить бесшумную работу с любым процессором TDP до 125 Вт, а наш камень по бумаге имеет TDP 65 Вт, так что даже под разгон такого решения будет достаточно. Кулер стоил 20 баксов, в принципе, с процессорной частью мы определились. Дальше мы переходим, естественно, к материнской плате. И у нас тут уже выбор пал на MSI, потому что это довольно популярная сейчас компания, которая делает не только хорошие ноутбуки, но и хорошее железо и основы для компьютеров. И 120 баксов, ребята, плюсуем, чтобы понимать, когда у нас уже приблизится ценник стоимости 1000 долларов. Это iPhone XS. На этой материнке имеется все, что нужно в 2019 году. Много гнезд SATA, M.2 разъемы, усиленный PCI-Express X16, место для четырех модулей памяти, улучшенная система питания, много разъемов для кулеров и пара питальников для RGB, а также несколько лампочек подсветки, которая украсит любой корпус. Также здесь доступно большое количество внешних разъемов, четыре USB 3.1, один из которых Type-C, HDMI, DVD-ID, два USB 2.0 и также кнопка BIOS флешбек. С оперативкой и SSD-шником нас дико выручила компания ADATA, с которой мы сотрудничаем уже очень давно. Работает как часы, стоит доступно и у нас здесь серия XPG, сейчас вам все об этом расскажу. Кстати, в 2017 году ADATA была номером 2 в мире производителем SSD-шников. Номером 2 во всем мире. Оперативной памяти будет 16 гигабайт двумя планками по 8 гигов. Чтобы работал двухканальный режим, такого объема должно хватать для требовательных игр, монтажа видео и даже стриминга. Осталось еще два свободных разъема для последующего расширения, если мы на него вообще решимся. Оперативка у нас, как я сказал, ADATA, это новинка DR-30, она еще, кстати, не поступила в продажу. Здесь тактовая частота 3000 МГц, тайминг 16, 18, 18 с небольшими радиаторами. Кстати, когда эта оперативка появится в продаже, этот набор будет стоить около 110 баксов. Так как бюджет наш ограничен, мы решили сэкономить на внутреннем накопителе для компьютера и поставим всего лишь один SSD-шник M.2 от той же ADATA. И тем более, в принципе, если вы собираете новый комп, то наверняка у вас от старого останется какой-нибудь старый еще жесткий диск на 2 терабайта, либо же на терабайт, и можете его докинуть. В любом случае, у нас будет SSD-шник на 512 гигабайт, что для первого времени с головой хватит. Почему именно SSD-шник M.2? Особенностью таких дисков является большая скорость чтения и записи. Нам удалось добиться результата в 2113 мегабайт на чтение и 1522 на запись, что соответствует, кстати, заявленным характеристикам. И вы знаете, если вы долго не обращали внимания на сборки компьютеров, не следили за этим, то можете оценить, насколько изменилась цена вообще стоимости 1 гигабайта. Сейчас этот SSD-шник на 512 гигов стоит около 100 баксов. Несколько лет назад, 3-4-5 лет назад, за такие деньги вы купили бы, наверное, себе только модель на 128 гигабайт, это хорошо. На корпусе мы не стали слишком экономить, потому что важно обеспечить достаточную циркуляцию воздуха, гашение нежелательных вибраций и приличный внешний вид. По этим параметрам был выбран корпус Cooler Master Master Box Lite 5 RGB. Главными особенностями корпуса стали фирменный набор из трех вертушек Cooler Master Master Fan Pro 120 Airflow RGB и дополнительный кулер на выдув. Стенка из закаленного тонированного стекла толщиной 3,3 мм, сталь толщиной 0,7 мм, съемные декоративные элементы, пара мест под винчестеры 3,5 мм, а также удобный блок управления. Смотрите, 90 баксов и сколько эстетического удовольствия, подсветка, все видно внутри, даже не стыдно поставить на стол, а не как обычно, знаете, в ногах стоит пыль собирает. Видеокарточка, это самое главное в нашем компьютере, потому что на нем будет монтироваться видео, играться игры и нам нужно, чтобы была хорошая производительность за минимальную стоимость GeForce GTX 1660 Ti. Это видяха от Inno3D с двухслотным кулером, алюминиевым радиатором с двумя медными трубками, а также красивым бэкплейтом с лого-компанией. Подключается одним восьмиконтактным коннектором PCI-Express и питается от коннектора 8 пин. Из внешних интерфейсов здесь всего 1 HDMI и 3 дисплейпорта, ну и этого достаточно, тем более что стоимость ее 320 баксов. Блок питания у компьютера важнейшая штука, с которой я сам сталкивался не раз, вернее с проблемами с блоками питания и уже давным-давно понял, что вот на этом экономить ни в коем случае нельзя. Нужно покупать, реально топчик проверенный, поэтому в нашей сборке, конечно же, я говорю с полной верностью, конечно же, присутствует блок питания компании Seasonic. Итак, питать всю систему будет Seasonic, модель S12-2 на 520 ватт с сертификатом 80 Plus Bronze. Качественный, надежный, тихий и стоит не так уж дорого, всего 80 долларов, больше о нем-то и сказать нечего. Обрадовал также подарок корпусу, а именно еще один набор RGB-подсветки, который будет полезным украшением для системы, и главное, вся подсветка управляется при помощи фирменной утилиты Mystic Light от MSI. В общем, если все дело просуммировать, получается где-то плюс-минус 1000 долларов. Если вы захотите сделать такую же сборку, конечно же, вы можете заменить некоторые запчасти, так сказать, где-то немножко сэкономить, либо же где-то немножечко приплатить. К примеру, знаете, сборка компьютера это как ремонт, начинаешь делать одно, а потом тратишь еще в три раза больше денег, потому что там что-то понравилось, там что-то понравилось. Видите, вот кресло, казалось бы, при чем здесь сборка компьютера, а у нас новое геймерское кресло. Выбор монитора очень сложная тема, потому что я, скажем так, выращенный такой доморощенный маковод, который постоянно уже несколько лет подряд смотрит на эталонные экраны с классной калибровкой. Экраны, которые предназначены для профессиональной работы с графикой, с видео, и на них в принципе доиграть тоже можно. Поэтому, в чем сложность, можно было бы назвать нашу сборку игровой и искать под это дело все игровой монитор, но хороший игровой монитор будет стоить дико дорого, дико дорого, и он даже при дико дорогой цене не всегда подойдет для работы. То есть нужно было искать какое-то очень скромное, усредненное решение, которое не метит название там игрового монитора. Просто симпатичный дизайнерский такой монитор, на котором будет удобно и в фотошопе поработать, ну и игры позапускать. Для тестов будем использовать монитор компании AOS, модель Q2790 PQU. У нас получается 27 дюймов, разрешение 2560 на 1440 пикселей и частота обновления 60 Гц. Этот дисплей приглянулся мне из-за хорошего качества изображения, неплохой цветопередачи и довольно такого современного сдержанного дизайна. Для набашнего использования самое оно. Ребята, периферия. Мне кажется, мы подходим к самому приятному моменту этой сборки, потому что периферия это то, к чему мы будем постоянно прикасаться физически. Мы обратились к компании, я не знаю как произносится, HOTOR, или потому что можно произнести как хейтер и поймут неправильно, но нас, компания HOTOR, нам предоставили огромное количество просто дичайшей крутой периферии. Вот это кресло, ну кресло не будем включать в сборку, стоимость сборки, сами понимаете, это бессмысленно, но то, что лежит на столе от HOTOR, оно просто стоит каждого потраченного доллара. Я давно не обращал внимания на то, что происходит на рынке игровой периферии, и здесь сейчас за разумные деньги можно купить реально дико удобные вещи и дико стильные вещи. Начнем с мышки, это Hater Vortex, которая на первый взгляд показалась довольно легкой, но после 15 минут игры мышка ощущалась как влетая. Нужно отметить очень удобную поддержку большого пальца, удобно расположенные макросклавиши, которые можно программировать в фирменной программе, пара кнопок управления DPI, кабель с оплеткой и RGB подсветка. В паре с мышкой у нас поверхность Hater Tone Limited Edition, которая привлекла нас ярким и оригинальным дизайном, она напоминает камуфляж. База из каучука, которая крепко держится на любом столе, края обрезаны аккуратно и спустя пару недель использования отслаивание верхнего слоя не замечено. Также мы выбрали полноразмерную механическую клавиатуру Hater Rockfall на переключателях Outemu Red, у нее есть специальный софт для настройки подсветок и записи макросов под любую игру. Единственный минус довольно громкий звук нажатия, который явно разбудит ваших сожителей глубокой ночью во время очередной зарубы в Dota, либо в Division 2. Мы сейчас в Division 2 рубимся. Наушники Hater Hypergang. И сразу хочу сказать, что я особо ничего от них вообще не ожидал, потому что к звуку я довольно прихотлив. И это хорошо, потому что мои заниженные ожидания относительно гарнитуры увенчались довольно неплохими вообще впечатлениями. Хорошая гарнитура, легкая, удобная и, главное, компактная. И вот что, смотрите, получается сборка самого компа 1000 баксов. Мы не стали включать в стоимость сборки вот этот набор, потому что здесь вы уже сами выбираете, что хотите. Можете хоть на мышке Mitsumi старой сидеть, да, если ограничен бюджет. Шариковый, помните, постоянно выковыривать эти вот волосы и прочие вещи. Но смысл в общем заключается. Вот это вот все вместе с креслом, клавиатура, наушники, коврик, мышка и кресло все вместе стоит около 400 баксов. И я считаю, что это прям очень сладкая цена. И пару слов о кресле. Называется оно Hater Sport Essential. Материалы здесь подобраны качественные, каркас крепкий. И кожзам не превращается в гармошку на стыках, а все механизмы отрабатывают как швейцарские часы. Прикольная фишка – это возможность лежать в кресле. Спинка легко откидывается на 170 градусов. И самое главное – кресло не опрокинется. Что я хочу сказать про кресло? Это вообще мой первый опыт использования какого-либо компьютерного кресла. До этого я всегда сидел на чем получалось. Обычные кресла, стулья. И это удобно. Это удобно. Здесь есть специальная подушка для подгодоловья. Отдельная подушка под спину, которую я убрал с ними. Неудобно, неудобно. Просто без подушки. Но вот функция того, что ты можешь лежать на кресле, там чуть ли не 170, я сейчас упрусь вообще в стенку. Это очень клево. Раз и все. И все. И завершаем рабочий день. Это видео получается довольно затянутым. И поэтому для тестов мы отведем отдельную, скажем так, минутку. Все это дело будет тестироваться в современных, ну не очень современных играх. А также покажем процесс рендеринга какого-нибудь видеофрагмента в программе Premiere Pro. И выведем результаты на экран. Я даже комментировать это не буду, потому что, ну не хочу, чтобы видео получалось чуть ли не там на полчаса. Вы просто посмотрите на FPS, на значение в цифрах. Друзья, вот такая сборка. Тысяча баксов. Вот теперь вы можете знать, что можно собрать в 2019 году ближе к весне вместо покупки, допустим, дорогого флагманского смартфона. Смартфон это хорошо, но компьютер это штука, на которой вы можете играть, развлекаться, учиться и работать. Это очень важно. Да, освоить какую-то новую профессию. Графического дизайнера, либо же монтажера. Вон, кстати, какие-то еще комплектующие приехали. Поэтому я побежал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok